Да, всем привет. Меня зовут Карина. Я очень рада, что после обеда вы все-таки нашли в себе силы прийти сюда. С чего бы хотелось начать? Я бы хотела для начала спросить вообще, есть ли люди здесь, которые когда-либо занимались пиаром? Ну, то есть вот как они считают, что они это делали. Ага, хорошо. Я просто, я старалась сделать свою презентацию достаточно такой среднего уровня, назовем это так, да, и, наверное, я сейчас постараюсь избежать какой-то сложной терминологии для того, чтобы люди, которые не знакомы с ней, могли понять вообще, о чем я говорю. Позвольте, наверное, представиться. Ну, Саша, это же дело за меня. Я возглавляю, да, игровое направление в Мэйле. До этого я занималась 7 лет пиаром в других индустриях, работала в агентстве, переработала с кучей разных сфер, как и массового продукта, да, так и узкоспециализированных. Однажды даже занималась пиаром компании, которая производит стекловату. Вот, ну, то есть как бы все в моей жизни было. И что хочется сказать, что, наверное, что сыграло мне в плюс, когда я решила перейти в игровую индустрию, да, что у меня помимо пиар-опыта я всегда очень любила игры. Я прям горела этим, да, и много там бессонных ночей в своей жизни я провела, покоряя катакомбы Диабло или фарме какого-нибудь нового рейдового босса World of Warcraft. Вот, поэтому накопленный опыт, да, и моя любовь к играм, они мне сейчас очень сильно помогают. Я объясню почему, потому что игровой рынок, он уже давно из разряда нишевого, да, перешел в такую категорию взрослую. И те кейсы, которые мы видим сейчас в других индустриях, очень многие спикеры сегодня для меня, да, использовали примеры, да, и Макдональдса, и Бургер Кинга, то есть использовали FMCG категорию, да, как некий стандарт, на который мы можем ориентироваться. И это неудивительно, потому что если посмотреть на цифры, то я немножко начинаю даже бояться, когда делаю эту презентацию, я просто оценила количество конкурентов, да, с которыми нам предстоит сталкиваться на протяжении всех наших последующих запусков. Сейчас на Steam есть 13 тысяч игр, да, в среднем выходит 13 игр в день, это только Steam. Если мы говорим про мобильный сегмент, то сейчас у нас в App Store появляется порядка 643 игр в день. Взвесьте на секунду у себя в голове эту цифру, да, понятное дело, что там есть продукты высокого качества, продукты низкого качества, за 20 секунду 643 игры. При этом, да, там доля категории игровой, она является одной из самых больших в обоих сторах, да, там, как на Google, так и у Apple. Когда мы об этом говорим, я представляю себе как-то вот так игровой рынок, да, то есть вот это мое понимание того, что там происходит. И примерно вот так выглядит ваша позиция на нем. Я понимаю, что вы можете здесь со мной сейчас поспорить, сказать, но есть же большие крутые игры, да, которые все ждут, которые только о них заикнулись, и все начинают моментально их хотеть, да, моментально репостить. В принципе, да, если вы именитый разработчик, или у вас есть потрясающий сценарист, да, или, я не знаю, вашу игру поддерживает королевку, и, скорее, во Великобритании, наверное, у вас все выйдет. Ну, то есть я даже здесь спорить не буду. Но если мы сейчас придем, как бы, немножко в реальный мир, да, и поймем, что не у всех у нас всегда есть такие опции, возможности, привлекаясь в том числе каких-то знаменитых селебрити, или использовать имя разработчиков, встает вопрос, как бы, а что делать-то? Да, вот вы уходите на рынок, и примерно ожидание вашей игры, оно вот для меня выглядит, как эта картинка, да, никого, по сути, не волнует, что вы, что вы, зачем вы пришли, что вы собираетесь продавать. И в этот момент, да, на помощь приходит пиар и маркетинг, да, потому что основная задача пиара и маркетинга превратить игру, которую никто не хочет знать, в игру, которую все захотят. Когда я думала о том, как определить пиар, ну, вы можете сами открыть Google, да, там Яндекс, посмотреть, найти, там есть куча определений. Кто-то говорит, что пиар – это управление репутацией, кто-то говорит, что пиар – это коммуникация. На самом деле это все вместе. Пиар, на мой взгляд, да, это некий комплекс действий, которые могут, помогут вам правильно преподнести ваш продукт целевой аудитории. Причем в этом определении практически все слова, они могут варьироваться, да, то есть если ваше понятие правильности, да, ваше понятие целевой аудитории, они могут очень сильно меняться в зависимости от того, как растет и развивается ваш продукт, на какой рынок вы выходите, да, и поэтому вы каждый раз должны очень динамично и очень централизованно подходить к тому, с какой аудиторией вы работаете, как вы собираетесь ей преподносить продукт, и что же вы хотите, самое главное, получить в результате вашей пиар-компании. Что-нибудь голословное, да, потому что всех волнует все время вопрос, а вообще работает пиар? Что это такое, да, он работает? Да, ребята, он работает. И я хочу вам рассказать про наши пиар-компании на примере двух наших игр. Это танковый экшен Armored Warfare Project Armata и это мой RPG Revelation. Почему именно эти две игры? Потому что два этих продукта, они с одной стороны вроде про клиентки, вроде про фри-то-плей, вроде про игры, да, но при этом они абсолютно разные с точки зрения тех механик, этих подходов, которые мы использовали для продвижения каждой из них. Чем они отличаются, да? Что было дано, когда у нас был Armored Warfare Project Armata? Я не знаю, все ли знакомы в аудитории с этим проектом или нет. Это танковая игра, где вы принимаете участие в сражениях на современной бронетехнике. Дано было так. Мы начали разработку этой игры в тот момент, когда уже был запущен продукт компании Wargaming, да, с уже там сформировавшейся определенной нишей танковой. Причем, что было удивительно, это была казуальная игра, потому что в нее пришли, в жанр танковых игр, пришли люди, которые себя не называют геймерами. Они себя не считают геймерами и, возможно, даже не играют в другие игры. То есть это новая категория для рынка, до которой надо немножко по-другому пытаться донести свою мысль, свою идею, свой продукт. При этом у нас был известный разработчик, поскольку для реализации этого проекта была привлечена компания Obsidian Entertainment, которая хорошо известна на рынке среди геймеров и является определенным гарантом качества продукта, который будет представлен. Но важно понимать, что у казуального продукта, я буду говорить об этом попозже, почему здесь написано «продукт в разработке», да, потому что для казуального продукта самый, наверное, пиковый период, это когда продукт у вас есть готов. Вы можете дать его потрогать аудитории, да, потому что аудитория хочет сразу играть. Вы ей рассказали, ей надо кликнуть на баннер, перейти и скачать. Иначе в противном случае вы просто потеряете тот контакт, до которого вы пытались достучаться все это время. Поэтому мы взяли это дано, да, и поняли, что нам надо делать. Первое, что это емкая коммуникация. Аудитория массовая, и с ней надо разговаривать просто, быстро и понятно. То есть не надо стараться усложнять ту речь, которую вы пытаетесь сказать, все сообщения, которые вы пытаетесь сформулировать в рамках вашего продукта. Отстройка от конкурента. Мы пришли на рынок, который занят. Причем у наших конкурентов достаточно лояльная аудитория, да, которая любит продукты, они понимают, они привыкли, они играют, им нравятся там механики, которые есть у этого продукта, как устроен интерфейс, с какой у тебя стороны карта расположена. То есть здесь есть определенная сложность, да, которая для всех очевидна. Причем эта сложность не только была на уровне просто юзабилити продукта, но еще на уровне эмоции, да, то есть люди любили свою игру. При этом у нас важной, отличительной чертой нашего продукта была современная техника. То есть не было PC-игр, которые танковые, которые про современную технику, актуальную, да, потому что, как вы знаете, в Wargaming у них в основном вся история танков, она вокруг Второй мировой войны, ну то есть этого периода. И, безусловно, мы понимали, что нам нужно идти через массовые каналы, потому что если наша аудитория не геймеры, они не читают журналы игромания, да, им неинтересно, ну то есть как бы они, возможно, никогда в жизни не слышали про журналы игромания, да, они у них немножко другие каналы коммуникации, у них другие площадки, на которых они общаются, обмениваются информацией, из которых они пытаются получить контент. Когда начинаем пушить на запуске и после, это как раз тот момент, который касается того, что казуальные игры раскачивать до практически бесполезно, да, потому что аудитория забывает, ей некуда прийти, нечего пощупать, она пришла на сайт, увидела, что игру я скачать не могу, заинсталить ничего не могу, но я пошел дальше. И она, скорее всего, про нее забудет, к вам не вернется. Поэтому основной пуш мы пиарошно делали на запуске и после. Что мы получили? У нас за время нашей кампании, которая длилась в общей сложности, наверное, сейчас скажу, полтора года, даже больше, мы получили 4,5 миллиона регистраций, да, там, к моменту первого большого обновления, которое случилось там спустя 2-3 месяца после выпуска ОБТ. При этом 30% регистрации мы привели до ОБТ и 70% после. Это вот к разговору о казуальной игре, к тому таймингу, которого, ну, рекомендуем мы соблюдать, да, и который мы внутри соблюдаем при запуске казуальных массовых игр. То, что, да. А ОБТ вот. Это как раз вот самая длинная палочка в графике. Это было ОБТ. Ну, чтобы вы понимали. Соответственно, на самом деле, почему я привела вот эти графики, да, ну, во-первых, я не могу вам показать регистрацию, к сожалению. Вот. Но переходы здесь тоже очень хорошо отображают динамику того, как мы работали с точки зрения информационных поводов. Вот первый большой пик, который случился, это был пик, когда мы решили добавить Karma Red Warfare в России, приставку Armata. Об этом написали все, да, я там немножко попозже об этом расскажу. Потом это были периоды уже ближе к ОБТ, да, это было несколько этапов с ОБТ, это были несколько компаний, в том числе офлайновых, наши презентации там на Игромире. И после этого у нас произошел сам по себе ОБТ, то есть открытие, публичное открытие проекта, когда каждый желающий мог зайти на сайт, скачать игру и присоединиться к числу игроков. Соответственно, за этот период мы сделали более 1700 публикаций в различных типах СМИ. Я сейчас тоже об этом расскажу поподробнее. Я вообще буду всю презентацию строить на разборе наших кейсов, так что вы понимали и могли прям вместе со мной пройти этот путь, да, и понять, как у нас компания вообще в голове складывалась. Мы создали очень большое количество видеоконтента, да, и благодаря нашим пользователям, и сами создавали огромное количество контента, и привлекали к этому, безусловно, лидеров мнений, блогеров, которые очень помогали нам, да, для того, чтобы выстроить вокруг игры правильную экосистему коммуникационную и найти своих адвокатов бренда. Ну, и нам это дало большой охват. Я, наверное, эту цифру, ну, как сказать, этот показатель для нас, он важен, но не настолько, насколько все остальное, я тоже об этом немножко расскажу попозже, потому что как меряются пиар-охваты, это вообще отдельная тема. Revelation. Абсолютно другая игра. Это MoRPG. Я не знаю, играете ли вы в MoRPG-игры, но это игры типа Lineage, World of Warcraft, да, там тоже самое Терры, БДО, ну, то есть игрушки многопользовательские, которые обычно делаются в жанре фэнтези, в сеттинге фэнтези в смысле, и, соответственно, у вас там есть герои, вы прокачиваете, да, там убиваете других героев, боретесь с монстрами и все остальное. Соответственно, жанр сам по себе состоявшийся, но проблема была в чем? Это китайская игра от компании NetEase, которая на китайском рынке прекрасно известна, да, это лидер там игровой индустрии, это вторая компания после Tencent. Но в России людям об этом никто, ну, ничего не говорит, да, то есть прийти и сказать, что это игра от NetEase, это не сказать про нее ничего. Вот, при этом в игре было огромное количество контента, просто сумасшедшее много. Ребята делали игру пять лет, делали ее команда там из четырехста разработчиков, то есть огромные деньги были вложены, огромный труд был вложен, и там практически есть все режимы, да, которые вот, ну, вам приходят на ум, когда вы говорите про мой РПГ, все, вот все, что вы хотите. При этом мы понимали, да, что фактор неизвестного разработчика, фактор жанра мой РПГ, который с одной стороны, он, да, сформировавшийся, но с другой стороны мой РПГ это не сессионка, это игра, на которую пользователь должен потратить очень много времени, да, средний онлайн такого игрока составляет там от двух до восьми часов в день. То есть это как вторая работа, да, и когда вы принимаете решение о том, что я пойду играть в эту мой РПГ, вы должны быть супер готовы к тому, что вы пойдете в нее играть, поэтому порог входа достаточно высокий. И продукт сложный для коммуникации, потому что помимо разработчика, внутри игры самой по себе было достаточно много китайского сеттинга, то есть она прям была, она разрабатывалась в отличие от там корейских игр, которые сразу разрабатываются с учетом интересов западной аудитории, она разрабатывалась чисто для китайского рынка, то есть все соответствующие элементы, восточные, озвучка, вот эти ня, и все остальное, да, которое вы можете встретить, они там есть, вот. И понятное дело, что не вся, да, аудитория, в том числе в России и в Европе, а мы паблишили игру именно на Россию, на Европу и на Америку, она может это адекватно воспринять, да, и всем это понравится. Что мы решили делать? Во-первых, активное информирование. Почему? Потому что про игру никто не знал. У нас в этот момент еще была очень забавная ситуация, у нас параллельно с нами выходила еще одна онлайн ММО-РПГ, которая являлась, по сути, нашим главным конкурентом. И она-то была расхайплена, да, то есть про нее люди знали, ее люди ждали, и мы выходили практически там реально вот день в день. Ну, то есть у нас там между запусками, по сути, случился там полторы недели разницы. Про нас не знал никто, у нас был абсолютно чистый информационный поле, если забить в поисковый запрос Revelation, у меня есть ничего, на YouTube ничего, на Отвечении ничего, люди не знают про эту игру. Поэтому нам нужно было быстро, быстро, быстро создать баз и быстро проинформировать аудиторию. Глубокое вовлечение лидеров мнений сообщества. Почему именно так? Потому что, как я говорила, ММО-РПГ это жанр, в котором аудитория сконцентрирована. Вы должны очень четко понимать, где она, это ваша аудитория, и как долго вам нужно с ней работать, для того, чтобы она пришла и поняла, что ваш продукт стоит того, чтобы в него поиграть. Это персонализация сообщений и форматов. Опять же, сейчас попозже расскажу, почему. Потому что спойлер пресс-релиза – это бесполезная вещь, на самом деле, как единственный инструмент коммуникации. Поэтому мы строили свою компанию на огромном количестве очень персонализированных индивидуальных форматов, в том числе вообще не с лидерами мнений, и с прессой, сообществом, и с игроками. И, безусловно, сначала ядро, потому что там сидит самая большая часть нашей аудитории, которая, скорее всего, и остается после запуска проекта с нами на долгие годы. Когда начинаем пушить? До запуска. Я надеюсь, что объяснила почему, потому что нам необходимо эту аудиторию собрать. Что мы получили? Напоминаю, игра не была никому неизвестной. Я специально оставила вот этот хвостик. У нас там вышло три публикации в один момент, когда шел вопрос, какую игру возьмет на издание Mail.ru Bless или Revelation. Это вот они. Там вот есть три или пять, не помню, было. После этого у нас, безусловно, начались какие-то всплески поисковых запросов. Люди начали гуглить, господи, что это за игра. И это то, как мы смогли раскачать с нуля игру до момента запуска ОБТ за полгода, по сути. Мы за это время, ну то есть уже как бы тоже до первого большого обновления, которое у нас случилось там буквально месяца полтора назад, те результаты, которые мы смогли достичь, но здесь у нас сплит по регистрациям был абсолютно другой. То есть мы регистрации сплитили на 60% было до, до то самое ядро, которое к нам пришло, и уже 40% после. То есть это та аудитория, которая сейчас будет уже такие опаздывающие. Никита очень интересно рассказывал про то, как сплитится аудитория. Вот это такие догоняющие уже люди, которые сейчас будут там по рекомендации друзей приходить и продолжать играть. Мы сделали полторы тысячи публикаций в прессе к запуску только, до запуска, до момента ОБТ. Сделали более 400 видео от блогеров и от пользователей, которые собрали там более 12 миллионов просмотров. У нас в игре к моменту старта ОБТ было 750 российских гильдий. Мы охватили все крупнейшие МРПГ гильдии России, потому что с ними строилась отдельная персонализированная работа. Я, к сожалению, не смогу сегодня много про это рассказать, потому что это отдельная большая тема для доклада, как вообще работать с инфлюенсерами внутри сообщества. Ну и, соответственно, да, тоже у нас был достаточно хороший пиар охват, с учетом того, что мы концентрированно работали с аудиторией хардкорной, которая заинтересована в играх, она следит за трендами, она читает про игры и она ждет. Самое главное, она готова ждать игру полгода для того, чтобы прийти потом в нее и поиграть. Итак, как же мы это делали? Я собрала здесь тоже несколько таких подсказок, которые вы можете использовать практически вне зависимости от того, какой продукт вы продвигаете. Ну просто держать у себя в голове, потому что пиар – это вещь очень индивидуальная, да, и я не могу, к сожалению, дать ответы на все вопросы для всех продуктов, да, но я могу порекомендовать, в какую сторону вам направлять мысль, когда вы собираетесь делать те или иные вещи. Первое – позиционирование. Сегодня об этом сказали уже несколько раз, мне кажется, я третья, кто говорит. Но это и хорошо, потому что это значит, это правда, и надо хорошо бы это запомнить, да, все, что повторено три раза, может в голове лучше отложиться. А? Что, все нормально? Итак, первое, что вам необходимо сделать – это понять, кто ваша целевая аудитория, да, потому что как только вы четко определитесь, с каким сегментом вы собираетесь работать, кто эти люди, какой их возраст, чем они интересуются, что они делают, во что они играют, где они спят, где они едят, с каких устройств они заходят, на ваш сайт, да, там, на сайты конкурентов, вы сразу поймете, что и как, в принципе, с ними делать, да, потому что очень часто продукт, даже еще на этапе разработки, не совсем, не всегда разработчик понимает, кому же он его собирается продавать, да, кто аудитория его игроков. Это самая большая ошибка, потому что потом, опять же, о чем сегодня говорили уже коллеги, это мешает маркетингу, это мешает продажам, это создает огромное количество сложностей, поэтому просто начните с того, что вы поймете, кому и для чего вы этот продукт создаете. Затем доходчиво пишите суть вашей игры одним предложением. Причем здесь самое главное правило, на самом деле, не пытайтесь использовать какие-то суперумные слова, да, сложные определения. Должно быть такое предложение, да, такая фраза, в которой вы можете подойти к своему другу и сказать, слушай, я вчера играл в такую классную игрушку, она вот про это, и вам не нужно долго вспоминать какие-то факты, кто ее где, когда создавал, то есть вам нужно просто дать простое определение, которое можно прийти человеку на улице, сказать, он его поймет. Вот это, по сути, главное правило. Одна игра, одно описание, старайтесь сказать многое. Я понимаю, что когда это ваше любимое дичь, да, и вы самописи разработчикам, очень хочется про нее все рассказать, да, это может затянуться на полчаса, не надо этого делать, просто одно, вот одно самое главное вывели, одно запомнили, и это самое, это будет самый лучший путь для вас. Проверьте и поправьте. Почему я здесь это написала? Потому что некоторые люди в среде маркетинга, да, и в среде разработки, они не понимают, что они могут быстро поменять сообщение, да, оно не прибито гвоздями. Если вы видите, что оно не работает, на него не реагирует, люди не понимают, о чем ваш продукт, о чем вы говорите, сделайте группы, протестируйте. Мы внутри очень часто, прямо перед запуском, на этапах многих, Альфа, Friends and Family тестирований, мы рассказываем, собираем людей, целевую аудиторию, да, в разных форматах и начинаем общаться, начинаем понимать, что им интересно, какие фичи им нравятся, нравится ли ему визуальный ряд, с чем у них вызывает ассоциация та или иная игра. На самом деле это не сложная задача, да, вы можете это делать даже сами, не привлекая к этому какие-то агентства или не тратя на это большие деньги, да, выберите площадки комьюнити, которые, например, уже играют в игры данного жанра, посмотрите, кто блогеры, посмотрите, кто руководитель этих пабликов, привлеките их, напишите им сообщение, люди готовы общаться, вы не поверите, насколько можно много сделать, просто написав человеку и задав ему вопрос. И большинство из таких лояльных людей, да, которые с вами погружены, у них там есть свои собственные сайты, они на самом деле очень быстро отвечают, они готовы к тому, чтобы вы с ними контактировали. А опять же, пример, что мы делали с Арматой, что мы делали с Revelation. Как мы помним, у нас Арматы это про танки, про современную технику и самое главное, там есть Армата. В принципе, все, что нам нужно было сказать, да, про то, что это танковая игра, в которой ты можешь сражаться на самой современной бронетехнике, включая Армату, все. Мне для того, чтобы эту фразу рассказать, мне надо долго думать. Я могу ее сказать любому своему другу. То же самое Revelation. Здесь, как бы, задача была сложнее, но мы поняли, что в этой игре и правда есть буквально все механики, которые мы любим в МРПГ. И ПВЕ, и ПК, и летай, и осады, что хочешь делай. То есть, для нас это был важный фактор того, что, на самом деле, когда на рынке выходит много игр одного жанра, и каждый из них пытается выделиться, говорит, а у нас вот крылья, а у нас вот осады, а у нас вот ПВП, мы говорим, а у нас все. Остановись, приходи к нам. То есть, это понятный достаточно месседж для той аудитории, которая играет. Сообщения ключевые. Вам важно выбрать сначала ключевые фичи вашего продукта. Не буду рассказывать, я думаю, вы сами прекрасно узнаете, как это делается. Лучше, конечно, если у вас есть одна киллер фича, но если нет, можно выбрать несколько. Не больше трех ключевых сообщений на компанию. Чтобы вы не пугались, компания – это не обязательно все время проекта, да, то есть компания может разбиваться там. Компания на квартал, компания на месяц, компания под какой-то определенный период. То есть, просто не перенасыщайте текст и ваши ассеты сообщениями, потому что люди их не запомнят. А вам очень важно, чтобы они прочли содержательную часть. Учитывайте интересы аудитории. Когда вы начинаете им продавать игру, вы должны не продавать то, что вам в игре нравится, а то, что им может быть в игре интересно. Многие об этом забывают и пытаются продавать игру, как, я не знаю, как там кетчуп, машину или что-то еще. На самом деле, это немножко другое, это то, во что человек погружается, то, с чем он проводит достаточно длительное количество времени, поэтому постарайтесь подумать, почему человеку моя игра может быть интересна, какую проблему я могу решить, да, или что я могу хорошего для этого человека сделать, предоставь ему мой продукт. Говорите на языке пользователей. Если вы общаетесь с казуалами, да, это казуальные продукты, не надо употреблять с организма, люди их не поймут. Говорите нормальным простым языком, да, чем проще, тем лучше. Если вы, наоборот, говорите с хардкорной аудиторией, вы можете себе позволить это сделать, вы можете употреблять слова, которые поймут хардкорщики, потому что они поймут, что вы к ним обращаетесь конкретно, им будет это приятно. Используйте простые образы и факты, которые легко запомнить. Цифры. Вы можете давать, мы даже в релизах часто пишем цифры специально цифрами, а не словами, да, для того, чтобы человек зацепился за этот глаз, он мог это запомнить. Это та информация, которую он будет транслировать потом людям и рассказывать, когда он будет пересказывать, про что же это игра, что же я прочитал, что же я узнал. И самое главное, будьте честными. Мне кажется, что пример No Man's Sky научил всю индустрию, да, о том, что оверпромиссить это очень плохо, потому что в конечном итоге ваш продукт выйдет, в конечном итоге его увидят пользователи. Не пытайтесь соврать, пытайтесь найти те сильные стороны в продукте, которые правда есть, просто правильно и корректно их сформулируйте. Armored Warfare проект Armata и Revelation, соответственно. Вот USP, которые были у двух проектов, форматы, техника, новые механики боя, наш разработчик, да, потому что это было понятно для рынка. Revelation — это количество и качество контента. Разработчик и композитор у нас сотрудничает с Blizzard. NetEase является эксклюзивным издателем игр Blizzard в Китае. Blizzard вообще это никому не доверяя делать, но особенности китайского рынка заставили его выбрать партнеры, да, они выбрали NetEase и счастливы с ними работают по всем их тайтлам. Игра была успешна в Китае. Это было на… в 2015 году, это было… на рынке Китая осталось всего два успешных проекта в жанре Moorpg. Revelation была одним из них с точки зрения аудитории, с точки зрения и показателей платежеспособности аудитории. Armored Warfare — первая танковая игра на PC, где есть армат в Т-14. Всё понятно, вы можете себе представить этот танк и понять, почему вам интересно её посмотреть. Динамичный экшен со всеми возможностями современной бронетехники — для нас это было важное сообщение, чтобы отстроиться от конкурентов, потому что у нас действительно было больше возможностей, больше динамики. Ну и игра от легендарных разработчиков Fallout 2 — это, безусловно, коммуникация, которая была направлена на игроков, да, то есть на хардкорных геймеров, которые знают, кто такие Obsidian. Revelation — самая масштабная Moorpg этого года с хардкорными донжами и свободным полётом. Это было важно, потому что ребята работали с Blizzard и были издателями WoW. И они очень много в своих интервью и вообще в рассказах про игру рассказывали о том, как много они почерпнули из World of Warcraft, разрабатывая Revelation. Для нас это был очень важный пункт, потому что WoW является определённым гарантом, звездой такой, да, мой RPG, гарантом качества. Это игра, которую все вспоминают как суперкрутую игру для PvE-шеров и PvP-шеров. И мы говорим о том, что, да, безусловно, это издатели WoW и Diablo в Китае, и то, что игра уже есть, она уже успешна, да, пусть на другом рынке, но у неё уже есть аудитория, она уже кому-то понравилась. Не забывайте про сеты. Трейлер — это первое, что у вас должно быть. На самом деле, если у вас есть сообщение и трейлер, вы, в принципе, можете запускаться с точки зрения анонса. Причём трейлер, я вам сейчас покажу, там, примеры наших трейлеров. Не всегда есть деньги, да, на то, чтобы сделать крутой CG, там, или, я не знаю, сделать супер-мега-дорогой продакшн. Зачастую это не нужно, нужно просто правильно донести мысль и красиво передать картинку и настроение вашей игры, для того, чтобы любой пользователь, посмотрев, да, там, 30 секунд, минуту или две, понял, о чём идёт речь. Не рассказывайте, а показывайте. Люди перестали читать. Вы знаете, у них реально, они как такие котики, которым пакет на голову одел, они прям теряться начинают, такие тексты, господи, в картинках, о, вижу, понял, о чём идёт речь, всё нормально, да, то есть показывайте больше. Чем больше вы будете рассказывать на визуальном уровне, тем больше этот контент захочется шарить. Вы не будете шарить статью на три листа, да, на три экрана вашего компьютера, картинку пошарить вам гораздо проще. А сетом может быть даже человек. Если у вас ничего нет, а такое бывает, и правда, мы в том числе сталкиваемся с такой ситуацией на собственном опыте, используйте разработчика, используйте сценариста, используйте какого-нибудь харизматичного представителя вашей команды, да, или представителя, как мы, например, в примере с Revelation использовали композитора. Саундтрек Revelation написал Нил Акри, это человек, который писал саундтреки практически ко всем играм Blizzard, в том числе Overwatch, у него там куча наград. Вы подумали, о, классно, у нас есть о чём поговорить, да, и с кем поговорить, кого показать. И подготовьте план ревилов. Это очень важно, подумайте об этом заранее, потому что в случае с Revelation у нас был очень жёсткий план ревилов, у нас ревилы были каждую неделю, в том числе по видео. Это огромный объём работы, и, безусловно, это не так, что ты сел, подумал, что у меня на следующей неделе надо бы сделать видос. Нет, вам надо озаботиться хотя бы там за месяц, за два, за три, да, для того, чтобы начать уже производить какие-то материалы. Итак, вот трейлер, трейлер Revelation, о котором я говорила. Это нарезка, да, то есть у нас был определённый объём информации визуальной, которые мы объявили в трейлер и выделили те фичи, которые нам понравились. Причём здесь, сейчас как раз я почему попалю, видите, здесь есть определенный слендовое выражение, потому что нашей целой аудитории было ядро. То есть вот прокачка безглядная, если бы это сказал фланкистам, они бы не поняли о чём. Вы чувствовали, да, то есть мы не очень углали. Вот. Просто для примера того, что это может просто происходить из видео ряда. Вы можете его скопилировать в правильном образе и разбирать его. Просто у меня уже показывают таблицу много раз, я буду переключаться побыстрее. Почему я показываю вам «Арматы»? Это трейлер нашего канала. Здесь уж трудоущественные информаты, у меня уже есть масса новостей. Да, то есть у нас есть гайды. У нас есть советы от игроков. У нас есть репортаж. Только прямой контакт с разработчиками. Надеемся, что мы сможем рассудить. Только свежие репортажи. Мы сейчас возникли на танки. Только лучшие конкурсы и призы. Давай, ваш продукт принимает чётки техники. Только современная бронетехника. Вы также можете с этим задавать. Только на канале. Арморт Варфейн. Проект Армата. Каналы. Очень быстро пройдемся. Я надеюсь, что все про них знают, на самом деле. Первое. Средства массовой информации. Если мы говорим про игры, безусловно, ключевые – это игровые издания. Но помимо этого, помните всегда, что в зависимости от того, в каком у вас сеттинге игра, в чем ее особенность. Вы можете использовать тематические издания. Игра про танки. Мы можем использовать специальные издания, которые пишут про военную технику. Мы можем там дополнительно использовать общий топ, общий поп. Про автомобили авто забирайте. Не знаю, у вас игра казуальная для девочек или мы что-то там, блинчики печем. Идите в кулинарную прессу. То есть их на самом деле гораздо больше, аудитории гораздо больше еще за пределами игровых СМИ. Если мы говорим про сообщество, это очень важный сейчас канал коммуникации. Вообще сообщество – это второй сейчас по сути по размеру канал для пиара. Вы можете уходить опять же на форумы, на тематические паблики, которые посвящены теме вашей игры, которые посвящены играм. Вы можете уходить на развлекательные паблики. Они очень хорошо распространяют контент. И там очень живая аудитория, которая может начать контент за вас генерить. Это видеоплатформы, понятное дело, блогеры и стримеры. О них спасибо мой коллега Андрей сегодня расскажет отдельно, поэтому я на них там много сосредотачивать внимания не буду. Это сети и платформы. Помните про то, что есть социальные хабы типа Reddit, на которых разработчики могут напрямую общаться с западной аудиторией, рассказывать про игру и отвечать на вопросы абсолютно на разных стадиях, еще даже при альфе с момента анонса. Есть мессенджеры, пожалуйста, тоже не забывайте. Телеграм – это новый канал коммуникации с молодой аудиторией, с такими прям самыми молодыми миллениалами, которые в принципе больше не ходят никуда, кроме социальных сетей и мессенджеров. То есть вы должны это понимать, прекрасно себя в голове все время держать. И это, безусловно, ивенты. Мы говорим как про собственные мероприятия, так и про какие-то игровые внешние мероприятия. Я думаю, что вы их, опять же, все хорошо знаете. Все очень сильно зависит от рынка. Есть куча отдельных региональных мероприятий, которые вам надо эту информацию проанализировать, сесть, посмотреть, что происходит, посмотреть кейсы, пообщаться с коллегами. Они вам обязательно, я уверенно, расскажут про то, какой формат где лучше использовать. Идти в B2B к зону, где нужно делать B2C стенд, потому что это тоже отдельная большая тема. И я бы просто хотела сказать о том, что если у вас нет денег, вы можете прийти к партнерам, вы можете прийти к производителям приставок, к производителям телефонов, даже к селлерам напрямую к сетям и сказать, ребята, давайте вместе что-то сделаем, потому что для них это тоже дополнительная активность для их аудитории. Вам нужен план. Это очень важно, потому что пиар, несмотря на то, что вам часто приходится импровизировать, делать какие-то вещи прямо сейчас, на самом деле лучше все запланировать. Распишите все этапы, напишите, какие у вас даты, ассеты, какие сообщения вы хотите рассказывать аудитории, на каких площадках вы хотите это делать. То есть нужно понимать, что у каждой площадки есть свои особенности аудитории, у них есть свои форматы, в которых они работают, у них есть даже свой язык, на котором они общаются с аудиторией. И не надо пытаться всех под одну гребенку подстричь, потому что если вы будете, если вы продумаете коммуникацию, эффективность этой коммуникации на каждом канале, пусть у вас будет не 100 публикаций, а 10, но они отработают лучше, чем 100. И я прям жирно выделила, что вы хотите получить. Всегда пытайтесь у себя в голове заранее понять, какой результат вы хотите сделать. Вы хотите, чтобы вас поругали, вы хотите, чтобы вас похвалили, вы хотите, чтобы этот контент шарили, вы хотите, чтобы из этого контента получилось еще 33 контента. Продумайте у себя это в голове, потому что вам это позволит получить максимальную эффективность с точки зрения общения с аудиторией. Очень многие люди мыслят категориями только цифры. Серьезно, у нас вышло 200 публикаций, мы сделали пиар-охват 40 миллионов человек. И где эти люди? Ну, то есть, как бы, ну, хорошо сделали вы охват. Что вам это дало, да? Вам это позволило этих людей потом в игру привести? Ну, я просто к тому, что пиар, на самом деле, можно обсчитывать. Мы поговорим об этом в самом конце. И никогда не нужно забывать о том, что любая коммуникация, которую вы делаете, должна быть в первую очередь про содержание этой коммуникации, а уже потом только про количество. Распределяйте ассеты с умом. На самом деле, в зависимости от вашей игры, насколько она заметна, незаметна, сложная, простая, можно по-разному компоновать ассеты. В какой-то игре хорошо начать с тизера, да? То есть, если у вас большой интересный тайтл, у вас там есть какие-то там крутые разработчики, классные истории, или вообще создали новый жанр, потизерите, потяните удовольствие, да? Сделайте из этого историю. Если вы понимаете, что у вас, в принципе, игра такого среднего формата, ну, при этом, хорошо, что про нее написали, забомбите ассетами, да? Возьмите сразу трейлер, возьмите сразу скрины, покажите фотографии, портреты, все, что хотите, да? Чтобы это было интересно, чтобы люди обратили на это внимание, посмотрели с разных сторон на то, какой продукт вы готовите. Адаптируйте под рынок. К сожалению, тоже про международку сегодня не успею рассказать, но помните, что то, что в России хорошо, может быть нехорошо в Германии, в Польше или в Америке, да? То есть, всегда, в первую очередь, проанализируйте, какие форматы там интересны, какие там существуют средства массовой информации, как они работают, можно ли вообще это говорить там, потому что, возможно, это может быть оскорбительно для кого-то, да, то заявление, которое вы делаете. То есть, не пытайтесь унифицировать все. Это всегда должно быть очень индивидуально, потому что мы говорим про ментальность, да, там, каждой отдельной стороны. Но импровизируйте, потому что всегда все идет не по плану, да, но хорошо, когда план есть, повторюсь. Не буду сейчас про это говорить, я отдам презентацию. Здесь просто расписаны такие ключевые вещи, которые вы можете делать, да, с точки зрения пиар-поддержки игры на разных этапах. Для клиентских игр я начала с хардкорной игры. Опять же, большой пуш, большое количество материалов идет до старта ОБТ, да, и потом идет постподдержка. Вы все прочтете, и я ничего скрывать не буду. Мидкор. Немножко меньше мы делаем с анонса, да, и у нас концентрация начинает больше расти ближе к ЗБТ. То есть, когда уже есть какая-то часть игры, которую вы можете показать, потрогать, продемонстрировать, когда люди могут прийти, поснимать там какие-то видео, стримы, и все будет хорошо после этого, да, потому что уже будет понимание того, что что-то происходит в игре. Ее можно ждать. Ну и casual. Casual вообще на самом деле вы можете ничего практически не делать до ОБТ, вы можете заанонситься, что-то там рассказать прессе, но основной пуш, который у вас будет идти, будет идти с того момента, когда у вас есть что потрогать и что показать. Потому что, как я уже сказала, про нее просто забудут. Мобилы. То же самое. На самом деле очень похоже, немножко другие форматы. У нас в отличие от клиентских игр, да, там нет ЗБТ, ОБТ, есть soft launch и global launch, по сути. Опять же, когда мы говорим про мидкорную игру, раскачивать аудиторию мы начинаем заранее. Когда мы говорим про casual игру, мы практически все сдвигаем к анонсу. Безусловно, и для игр, для мобильных, с точки зрения маркетинга, soft launch очень важен. Когда у меня показано, что мы ничего не делаем, я обращу внимание, с точки зрения пиара мы ничего не делаем. Soft launch мы все равно делаем. Ну то есть, чтобы вы про него не забывали. В нужное время, в нужном месте. Опять же, просто practical advice. Большие новости отдаем не в понедельник и не в пятницу, потому что понедельник, начало недели, у многих изданий летучки, и там куча всяких информационных поводов с выходных прилетает. Пятница, потому что все уже у всех конец недели, и на самом деле внимание сосредоточено уже не на каких-то больших новостях. Поэтому просто не рекомендуем. Но бывает по-разному. Вы можете, опять же, зависит от ситуации, если вы, например, хотите, чтобы игра у вас провисела все выходные, где-то на интернет-ресурсе, потому что за выходные новостей будет меньше, вы можете заранее договориться с изданием на эксклюзиве, попросить, опубликовать, поставить в пятницу, например, оставить на все выходные. Отправляйте новости не позже обеда, потому что, опять же, бизнеса вообще не ставят новости, которые отправлены после 12 часов дня, например. Потому что им это уже неинтересно, и это уже такой, скажем так, не тема дня, назовем это так. Не анонсируйтесь во время больших мероприятий. Если идет Е3, Gamescom, понятное дело, что вся пресса пишет сейчас про то, что там рассказывают. Для них это основная тема. Если вы там попытаетесь что-то рассказать про свою игру, никому это не будет интересно. Либо там кавериш просто будет гораздо ниже, чем вы могли бы получить. Следите за датами конкурентов. На самом деле вы можете следить в открытых источниках, можете просто найти пиарщика этой игры, если вы знаете, что тут конкурент разрабатывается, и пиарщики, на самом деле, они общаются. Можете найти и сказать, ребят, давайте как-то разделим даты. Это нормальная практика, потому что никому не интересно встать в ситуацию, когда вы параллельно с конкурентом запускаетесь на здраво-ноздрю. Минимум одна неделя между новостями, это даже прям минимум, потому что не надо спамить прессу, не надо рассказывать про каждый чих, который происходит в продукте. Дайте прессе отдохнуть, дайте аудитории переварить повод, дайте органики, виральности, материалов как-то сформироваться, потому что в противном случае вы просто размываете внимание людей. Люди, у них ограниченная возможность восприятия. Опять же, про нужное место. Подумайте, что вам лучше сделать, индивидуальную презентацию или большой пресс-эвент. Если у вас сложный продукт, вам нужно много объяснять, про механику показывать, рассказывать, лучше выберите 10-15 изданий, приведите их и покажите им каждому это лично. Если у вас масс-маркет-продукт, окей, запускайте, сделайте это таким большим вжухом и бумом, дополняйте контентом, показывайте, рассказывайте, потому что это произведет дополнительное впечатление и сделает контент для того, чтобы пресса не игровая могла тоже кому-то его показать, потому что телевизорам всегда нужна картинка, например, тоже об этом никогда не забывайте. Игровые B2B и B2C события говорила чуть выше. Используйте интерактивный формат. Если вы не можете привести разработчика, окей, включите трансляцию, ну то есть сделайте телемост, сделайте созвон по скайпу, пусть он постримет игру в Твиче. Интернет дал нам кучу возможностей, нам можно не привозить людей для того, чтобы дать им возможность говорить. Не забывайте просто об этом. Быстро расскажу просто, это разные форматы, которые мы делали. У нас была большая презентация для прессы, мы делали отдельно встречу для гильдии, у нас были еще отдельные интервью с блогерами из прессы, для того, чтобы показать и рассказать группу, то, чтобы было много сложных механик. Телемост к UNDS разработчикам, которые сидят в Америке, это российская команда Арматы, то есть мы просто позвали опять же прессу, игроков, сообщества и сказали, ребята, у вас есть вопросы, задайте. Вот эти люди сидят, они готовы вам в онлайне на них отвечать. Причем нам никого не потребовалось никуда везти. И тоже там на этапах еще там анонса Armored Warfare мы участвовали в Игромире, потому что мы понимали, что придет большое количество такой казуальной аудитории, на которой там типа про игры, но им просто интересно что-то посмотреть, потрогать. Вот у нас был в том числе там один из стендов, потом мы показывали BRDM, я сейчас про него отдельно расскажу. И в принципе просто коммуницировали в этой среде с аудиторией. Больная тема, простите. Первое, пожалуйста, если у вас там вы пиарщик, или если вы там приходите к пиарщику, запомните, для пресс-релиза нужен повод. Пресс-релиз это не то, что вы пишете, потому что у вас иконка с круглой поменялась на квадратную. Никому это не интересно. Сегодня там еще Никита говорил про то, что NRD это хорошая тема для пресс-релиза. Нет, это не так. У нас они хорошо расходились, ровно потому, что мы все время пытались придумать что-то. Например, дать анонс даты за БТ, ОБТ, или придумать какой-то нестандартный ассет, чтобы это NRD проинлюстрировать, потому что про любые акции, связанные с монетизацией, пишут очень плохо. Потому что как-то людям продавать, что не ты на этом деньги зарабатываешь, никому не нравится. Поэтому помните всегда, что в первую очередь нужен повод, просто релиз это всего лишь инструмент. Суть заголовки в первом предложении, все, что дальше могут не читать, если не заинтересовало, скорее всего не прочтут. Текст не больше одной страницы, а лучше даже меньше. Все, что не нужно, прям в подвал, подкат, не надо людей спамить ненужной информации, сформулировали два абзаца текста, отдали, все остальное не прочтут, если им это будет нужно. Есть другие инструменты, я сейчас просто об этом прям начну рассказывать, это к вопросу о работе с площадками. Почему еще пресс-релиз, в моем понимании, классическом уже не работает? Потому что вот эти веерные рассылки, которые привыкли делать, пиар-агентства, есть специальные даже компании, которые занимаются этими веерками, это неэффективно, это никому не нужно, это спам, люди перестали это читать. И более того, вы никогда не сможете в рамках пресс-релиза правильно донести информацию под каждую площадку, которая вам нужна. Либо вам придется написать 10 пресс-релизов или 20 пресс-релизов, если вы хотите нормально и качественно пообщаться с аудиторией. Разные форматы дают разный результат. Посмотрите, изучите прессу, с которой вы работаете, зайдите, прочтите 5 статей, посмотрите, какое количество просмотров они собирают, какое количество комментариев, а вдруг у нее есть видеоканал, как, например, вот есть изучительная площадка МорПГСУ, с которой мы очень много работаем, в том числе по ревелейшн. У ребят отличный YouTube-канал, при этом, если мы там сравним показатели, например, по сайту с другими площадками, аудиторные, МАО, то мы увидим, что они, например, меньше, но при этом эффективность сетевого канала у них гораздо выше, чем, например, эффективность по сайту может быть. То есть знайте вашу прессу, общайтесь с редакциями, с блогерами, смотрите, что им интересно, смотрите, в каком формате они эти новости продают, потому что у вас это займет неделю на эту аналитику, но зато вы придете и скажете, «О, Вась, слушай, я у тебя видела такая была крутая статья, давай там похожую сделаем, или у меня там для тебя есть идеи». И журналист, 80% я вам даю гарантии того, что он у вас эту идею купит, если она правильно преподнесена. Быстро просто показываю, что мы делали. Это, конечно, не все. Опять же, не забываем про блогеров. У нас было потрясающее видео с орком-подкастером, который нам практически продал ревелейшн, собрало там сколько, вот 800 тысяч просмотров. Отличный чувак просто дали ему на ревью игрушку. Он заценил, ему очень понравилось, мы с ним до сих пор продолжаем очень качественно работать. Не забывайте про паблики. Иногда паблики – это эффективнее, чем пресса, потому что там ваша аудитория пришли, опять же договорились, придумали формат. Вот мы делали там с IGM, они мы с крупнейших игровых пабликов, мы делали, тоже записали стрим, куда мы привлекали орка, тем самым для них создавая контент, и тем самым решая свою задачу с точки зрения покрытия аудитории и ее информирования. Армата. Здесь просто показывают тому, что игра не обязательно должна быть в игровых СМИ. То есть у нас была куча поводов, сейчас быстро расскажу про этот контент, который мы делали, чтобы попасть в большие издания. То есть это Лента, это Россия 24, это Вести, это Коммерсант. Ну то есть помните, что вы можете, создавая контент, генеря правильные сообщения, генеря правильные поводы, вы можете выходить за рамки игры. У меня же есть еще побольше времени. Вот это важный пункт, генерите поводы сами. Когда у вас ничего в игре не происходит, то есть что мы обычно поддерживаем в играх? У нас есть анонс, у нас есть какие-то крупные обновления контентные, у нас есть какие-то внутриигровые события, мы там вышли в Store, нас можно скачать, у нас появилась NRD, у нас там Early Access, но иногда между ними проходит очень большое количество времени, потому что разработку на разработку не приходится. Вы можете генерить поводы сами, да, и как на этапе анонса игры, так и при постподдержке, да, когда, то есть у вас игра уже встает такой ритм от обновления к обновлению. Используйте внешние события. Что это значит? Что если вы читаете новости, если вы знаете, что сейчас в тренде в социальных сетях, в обычных социальных сетях, да, то есть вот в вашей ленте Facebook, в вашей ленте ВКонтакте, если вы понимаете, какие сейчас мемы, форматы, да, или там, не знаю, даже хэштеги актуальны, используйте их, не бойтесь. Если вы знаете, как их прикрутить корректно к своей игре, если вы понимаете, какой вы можете контент произвести на этом фоне, пожалуйста, не бойтесь быть провокативными. Я сейчас попозже немножко расскажу про эту тему. Я хочу сказать, что провокация – это как бы не прийти к, не знаю, конкуренту и сжечь у него машину, да, это не провокация. Провокация – это то, что может быть интересно и заметно для аудитории, то, что может быть ярко и нестандартно, да, там, для вашей категории, например, да, или там вообще, в принципе, для вашей компании. Армата. Вообще, это было очень смешно, потому что это был мой первый проект, на котором я презентовала игру Путину. Вот это было вообще гениально, когда я пришла в Mail, вот, мне очень понравилось. Был форум интернет-экономика 2015, мы там поставили стенд, рассказывали про, в принципе, перспективы игровой индустрии, про то, что это рынок, на котором, о господи, есть деньги, о господи, там есть пользователи, и он, на самом деле, занимает достаточно большую долю, для тех, кто не знал. Вот, и на выставке приезжал, это был такой некий диалог, да, там, комьюнити с, я имею в виду комьюнити, интернет-сообщество с властью, туда приехал Владимир Владимирович, для того, чтобы посмотреть, что же происходит у нас на интернет-рынке, и увидел стенд Армата, пришел, мы показали игру, то есть он так был приятно удивлен, и это стало для нас поводом, об этом написали все, да, потому что нас похвалил, сказал, молодцы, ребята, вот делайте танковую игру. Мы сделали БРДМ, мы реально пошли купили БРДМ, покрасили его вместе с граффитистами, выставили это в качестве нашего стенда, такого, скажем, на Игромире, вот, помимо этого, у нас была возможность делать тест-драйвы с автомобильной прессой, нам был очень интересен этот сегмент изданий, потому что там как раз была аудитория мужчины, да, там 25+, нам туда было интересно попасть. Они периодически делали ревью по танкам, ну, то есть у них там есть всякие тематические подборки, но это нам дало возможность сделать прям такие хорошие часовые обзоры, да, привлекло внимание, и, ну, действительно, вся Москва видела, как мы ездим по Ленинградскому проспекту, вот, по кругу, вот, очень радовались представители ГИБДД нам постоянно. Дальше, мы тесно сотрудничали с Министерством обороны, мы делали с ними совместную акцию вместе с Вестями и вместе со Стилавиным, мы отправляли ребят из нашей игры на неделю в спецвойска, где они проходили настоящую спецподготовку. Это было жутко, трое из них отвалились в первый день, вот, там всего было 10 человек, вот, потому что не смогли, ну, то есть он прям не шмок, буквально, вот. При этом ребята записывали видеодневники, то есть у нас выходил постоянный видеоконтент на эту тему, мы там делали дополнительные активности в рамках игры, вот, и на самом деле очень крутой кейс, потому что это показывает, что вы можете работать, да, даже там с госструктурами, если вы найдете форматы, которые им интересны, да, либо которые у них есть, пожалуйста, приходите, вот, ну, можно сделать. Вторая история, это проект «Наш парад», который мы делали под 9 мая в прошлом году. мы нарисовали 15-метровые граффити танков в шести городах, причем это была история про то, что «Парад 9 мая» это всегда про технику, да, но немногие люди даже знают, где эта техника производится, кто ее делает вообще, ну, как бы, кто эти гениальные люди, которые, в принципе, наш военпром поднимали. И мы выбрали 6 городов, в которых производились самые известные наши танки, которые в том числе представлены в нашей игре, да, это и Т-80, это Т-90, это Т-72, и САУ «Коалиция», и много чего еще. И мы пришли к этим людям, мы пришли в УВЗ, которая занималась разработкой половины из этой техники, да, сделали с ними интервью, записали какие-то особенности, сделали сайт, мы записали видео о том, как мы это рисовали, мы рассказали про инженеров-конструкторов и сделали вот такой подарок, да, наш этим городам 9 мая, потому что важно помнить и гордиться даже теми, кто остается за кадром часто. Вот, это произвело фурор, у нас была куча публикаций, у нас была местная пресса, у нас была куча хэштегов, это была лояльность аудитории, то есть это был просто правильный кейс с точки зрения построения некого эверноса на региональном уровне. Две очень известные наши акции, одна минута, это прям практически то, что мне нужно. Да, значит, это были две акции, про которые вы хорошо знаете, они на самом деле бомбанули, первые особенно, где это было, ну, как бы, грубо говоря, прокачай танк, получи голду в другой игре, вот, вот, в другой игре вот. В общем, ну, нет, это я к тому хочу сказать, что вот, когда мы говорим про провокацию, я вас очень прошу помнить, что, безусловно, ну, для игры, которая выходит на высококонкурентный рынок, это был правильный шаг, да, с точки зрения того, что у вас есть большой конкурент, и понятное дело, что один из явных способов привлечь его аудиторию, да, это каким-то образом с ним начать коммуницировать, чтобы его аудитория вас заметила. Но я вас очень прошу, когда вы, ну, пойдете на провокации, задумываете какие-то партизанские акции, помните про бизнес-этику, да, помните про то, что не надо оскорблять конкурентов, не надо их ругать, не надо говорить, что они плохие, потому что это как минимум некорректно, во-вторых, это может быть неправдой. И вы должны всегда соблюдать очень четкий баланс того, чтобы ваша акция, она была в первую очередь интересна для аудитории. То есть ее задача не опустить вашего конкурента, да, а создать контент, который будет интересен пользователям другой игры. И, да, эти акции как бы шубанули, про нас написали, вот, мы были очень довольны результатами, ну, и надеюсь, что с коллегами из Wargaming мы не поругались на этой фоне. Revelation, не лакри, как я говорила, взяли композитора, сделали интервью, площадки рады, мы рады, все про это написали, и у нас очень многие пользователи в комментариях говорят, да вы что, Revelation, это игра, у которой сам не лакри писал, где лакри никто не знал до этого в России, да, сам не лакри писал, значит, саундтрек, это я к тому, что можно использовать человека как ассет, да, помним. PVE челлендж, это вообще была эпичная история, у нас наша игра, Revelation, китайский интерфейс, нам нужно как-то ее продавать аудитории, рассказывать про нее, у нас нет ничего. И мы такие, ребят, приходим к китайским партнём, говорят, можно нам сделать пресс-аккаунт, и мы хотим сделать челлендж для гильдии на ваших серверах, мы далее взяли российские гильдии, отобрали несколько, и предложили им в топовом шмоте убить первого босса в топовом подземелье, и сказали, ребят, ну, мы же вам обещали хардкорные рейды, идите проверьте хардкорность наших рейдов, сделали это вместе с Гохой, и Гаро у нас транслировал это все, значит, это один из самых известных их комментаторов, да, на Гоха, Гоха.ру, и, соответственно, он вел твич-трансляцию. Акция настолько бомбанула, что мы собрали, у нас пиковый онлайн-стрим составлял тысячу зрителей, так чтобы вы понимали, у них такое же количество по зрителям смотрят стримы по Lineage, которые там у них уже лет 10, мне кажется, на площадке есть, и там хорошее сообщество. Вот, ну и все любят смотреть, как умирают Гаро, поэтому это доставляло людям отдельное удовольствие, видеть вот эту картинку трупа, и вот это вот, и опять зафейлил нам все. Так и не убили первого босса, одна гильдия смогла убить, к нам пришли европейцы, сказали, ребята, мы слышали, у вас есть челлендж, пришла европейская гильдия, мы хотим. Ну, то есть, это была эпичная история про то, как без контента делать контент. Ну, вот, если у вас есть китайский сервер, и Гаро, то можно сделать. Облачный котик, да, это мы NRD подавали по Revelation, подумали, наверное, NRD это грустно, давайте сделаем в игре что-нибудь такое, что не китайское будет, и сделали котика. И вы не поверите, этот кот стал, это маунт реальный, мы его добавили в игру, то есть, его вот сейчас все владельцы NRD его получили, да, люди, которые делали предзаказы у нас, вот, он рисовался с кота нашего продюсера, он очень этим гордится, вот, да, и это нам, безусловно, помогло, да, потому что все написали про кота, о том, что он будет доступен в NRD, и нам это дал возможность эти NRD продавать прессе в том числе. Это история, которую мы сделали буквально на днях, чтобы погромче сделать, слышно, ничего не слышно. Мы, короче, сделали охоту на блогеров, взяли трех блогеров, такое вообще милое существо можно бить, и предложили людям убить их в игре, мы их запустили в игру, и сказали, идите их убивайте, получайте за это призы, вот, они там проходили разные испытания, у нас была Карина, у нас был оргподкастер, и был Джизлес АВГН, мы взяли твитчера, мой РПГшник, и, соответственно, вообще поп-блогера, в общем, это было весело, я опять же отдам презентацию, вы посмотрите, кейс получился очень крутой, нет, она старалась это не делать, вот, кейс получился очень крутой, у нас было много просмотров, была куча аудитории, было очень много позитива, а самое прикольное, то, что Карина после этого кейса, который не играла в Revelation, мы ей предложили пройти, да, она такая, господи, мне так понравилась игра, она сейчас сидит просто стримит Revelation, ну, то есть просто вот, ей понравилась игра, все, мы все взяли большого блогера за бесплатно, не напрягаясь, я к тому, что общаетесь с блогерами, предлагайте, рассказывайте, вам про это Андрюша расскажет, важный, важный слайд, когда все говорят, что пиар нельзя оценить, это на самом деле не так, да, есть метрики, их куча, по которым вы можете оценивать эффективность вашей пиар-деятельности, вот сегодня рассказывали, как раз коллеги из, все уже, все плохо, да, ладно, короче, да, сегодня рассказывали о том, что можно возвраты, считать, это на самом деле хорошая история, какие есть базовые метрики, давайте по ним пройдемся, количественные публикации, просмотр, охват, почему это важно, потому что, когда человек начинает искать информацию про вашу игру, важно, чтобы у вас была хорошая выдача, чтобы это были качественные материалы, да, чтобы он на любой площадке, где он находится, мог найти информацию, которая правильно опишет ваш продукт, качественные, если у вас много публикаций, но при этом они находятся не на тех площадках, там нет ваших сообщений, и их никто не обсуждает, считайте, что вы сделали вашу работу зазря, потому что, еще раз говорю, пиар – это про содержание, это не про то, чтобы всем разослать ваш пресс-релиз, то есть это, конечно, хорошо, если вы это сможете сделать, но результативности это будет ноль. Продуктовые. Мы всегда в рамках пиара, несмотря на то, что это, с одной стороны, там такая некая коммуникация, и не всегда ты можешь отследить, что, например, с твоего материала кто-то пришел, потому что многие редакции не ставят ссылки на продукт принципиально в текстах, им запрещено это делать. Мы все равно смотрим, как у нас растет органика, какая доля у нас органики на сегодняшний момент, то есть если мы опускаемся ниже 50-60%, мы понимаем, что у нас проблема, то есть нам нужно что-то делать еще с точки зрения коммуникации, приводить туда людей. Мы смотрим, достаточно ли количество переходов было после акции, приходят ли люди к нам на сайт, ищут ли они его. Есть ли у нас с точки зрения обычных органических показателей SEO нормального ростера, нормальных графиков, отразилось ли это на регистрациях, инсталлах, не зазря ли мы сделали ту или иную активность. Поэтому все это на самом деле можно мерить, если вы общаетесь с вашими бренд-менеджерами, если вы общаетесь с вашими маркетологами, если вы общаетесь с коллегами, которые занимаются продвижением, по большому счету обсчитать можно все что угодно, просто сложите данные и выведите картинку достаточно ярко. Ну и 11-й секретный уровень от меня, играйте в свои игры. Это очень важная история, такой као-левел специально, потому что я дико люблю то, чем я занимаюсь, я считаю, что я нашла, наверное, идеальную работу, знаете, такой dream job в своей жизни, я занимаюсь пиаром и играми одновременно. И я хочу вам сказать, что если вы играете в свои игры, если вы часть комьюнити, если вы знаете, какая боль у ваших игроков, чему они радуются, что они обсуждают, что у них сейчас в тренде, найти тему, как вам и где об этом рассказать, станет гораздо проще, потому что большинство игровых журналистов, в том числе игроки, и они также играют в различные игры, вам это даст возможность дополнительно найти точки соприкосновения, найти возможность для новых интересных форматов и всегда оставаться на острие. Ну, а это и есть, по сути, наверное, основная задача пиара. Так что всем спасибо. Это все. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, буквально минутка у нас есть вопросов. Потому что у нас… Да, минутка. Давайте. Вот, давайте. Раз и два. Если что, я буду тут. Давайте после этого. Да, в смысле, я же не пропаду никуда. Ко мне можно подойти. Стоять не буду. Спасибо большое за такую лекцию. Мне как пиар-менеджеру тоже приятно, что кто-то так же думает о пресс-релизах. Есть пиарщики, ура! И у меня такой вопрос. Какие другие форматы… Ты говорил, что есть какие-то другие форматы… А, да, простите. Какие другие форматы с работой с прессами ты использовал в своей работе? Ну, какие кейсы вообще были? И что, по твоему мнению, придет на замену пресс-релизу сейчас? То есть, ну, если смотреть не игровую сферу, то там больше вот сейчас статей каких-то выходит. Тот же самый там, если мы возьмем разработку. Вот. А что именно вот в гейминдустрии? Опять же, если мы говорим про контент, я склоняюсь к тому, что пресс-релизы в скором времени вообще как фактор умрут, да? И это будет история, картинка и на картинке текст. То есть, это, знаете, вот как, наверное, сейчас мобилы продаются в сторах. Это самый оптимальный вариант, когда у тебя есть фича, картинка, которая иллюстрирует. Плюс это видеоконтент. Статьи, то, что пишут разработчики, на самом деле их читает только очень узкое число аудитории. Чем короче ваш текст, чем понятнее его сообщение там с первого предложения, тем лучше оно отработает. Какие форматы мы использовали? Мы на самом деле используем массу форматов. Мы очень сильно работаем по стримам, по видеоконтентам. Мы постоянно стараемся генерить какие-то события, которые прессе интересны. Серии вот таких интерактивных фильмов, интерактивных форматов видео, какие-то вот челленджи. Что-то такое, что заставит аудиторию реально сопереживать и участвовать в процессе, а не просто прочесть этот текст. Что ее мотивирует пошарить ту самую виральность, чтобы она захотела этим контентом поделиться и сказать, ого, я это видел или ого, я здесь участвовал. Ну, то есть, вот как-то так, наверное.